Доброе утро, уважаемые трейдеры! Приветствую вас в начале очередной торговой недели. Очень надеюсь на то, что вы в эти выходные смогли хорошо отдохнуть, потому что впереди у нас крайне насыщенные и волатильные дни. В этом месяце, друзья, нас интересует заседание Федрезерва и Европейского Центрального Банка, потому что мы ждем снижения процентных ставок, как в первом, так и во втором случае, и ждем, соответственно, что доллар будет окажется в новой тенденции именно ослабления. Мы ждем, что европейская валюта, которая, кстати, в минувшую пятницу переписала минимум за последние два года, продолжит снижаться. Сейчас мы уже пробили поддержку 1.10 и, соответственно, идем прямым курсом в район паритета. Пока что замахиваться на такие амбициозные цели мы не будем. Все-таки нужно руководствоваться более близкими ориентирами, но для тех, кто хочет зайти в долгосрочную сделку, друзья, почему бы и не? Почему бы не ориентироваться на то, что главный валютный риск туда доберется, с учетом того новостного фона, который складывается? Напоминаю, что сегодня в 16.30 состоится очередной вебинар «Правильный понедельник», где мы подробнее еще раз снова разберем события, которые имели место быть на минувшей неделе, с самым серьезным влиянием на финансовые активы. Поэтому, если вы считаете, что какой-то момент в фундаменте остается недопонятым, я с большим удовольствием вас туда приглашаю. Ну, давайте поговорим подробнее о том, что у нас складывается по ключевым финансовым активам. Нефтянка 58.98. Мы, как и ожидалось, как я и говорил, не смогли закрепиться выше 60 долларов за баррель. Сейчас находимся ниже. Что сейчас важного? Важно то, что 1 сентября уже миновало в истории, и мы говорим о новом раунде тарифной войны между США и Китаем. То есть, вступили в силу новые пошлины. Будем следить за развитием событий. Несмотря на то, что США делают оптимистичные комментарии, да и, в принципе, и Пекин тоже. Я склонен полагать, и также отмечалось уже ранее, что фаза и тот самый момент, когда можно было еще повернуть все вспять и рассчитывать на преодоление торговых разногласий. Все это уже, друзья, прошло. Этот конфликт, на мой взгляд, уже является самой настоящей торговой войной. И в ближайшее время, под ближайшим временем, я думаю, даже в ближайшие годы, он вряд ли пойдет на попятную. Соответственно, мы делаем акцент на то, что торговая война будет влиять на перспективу мировой экономики, темпов роста мировой экономики на состояние обрабатывающей промышленности и сказываться на спросе на углеводороды. Я не хочу сейчас говорить про локальные факторы поддержки в виде отсутствия, наверное, прогрессивных решений со стороны США в отношении Ирана по снятию санкций. Вы знаете, то, что санкции остались в силе, и тем, кто ставит на риск ближневосточного характера, это дает возможность еще не отказываться от идеи того, что котировки могут в моменте неплохо вырасти, если Иран, к примеру, начнет проявлять инициативу в плане каких-то военных действий в Армутском проливе. Но давайте не будем тоже касаться этой темы, пока нет никаких новостей. Еще одна негативная новость, это уже в поддержку снова продавцам, объем добычи нефти в странах ОПЕК в августе, друзья, вырос на 80 тысяч баррелей. Это первый рост за последний год уж точно, или даже чуть больше. В совокупности сейчас страны ОПЕК добывают 29,61 миллион баррелей в сутки. И вы помните, что на прошлой неделе, когда вышел отчет по запасам нефти в США, мы обратили внимание не только на то, что запасы снизились и признали, что это, конечно же, локальный фактор поддержки, но мы также обратили внимание на то, что был нейтрализующий фон для роста котировок нефти в качестве реакции на запасы. Это увеличение нефтедобычи в США до 12,5 миллионов баррелей, до нового рекордного максимума. Поэтому я продолжаю настаивать на том, что риск замедления темпов роста мировой экономики, на который сейчас накладывается еще очевидный рост нефтедобычи в странах, то есть когда снижаются темпы роста мировой экономики, разумеется, падают и аппетиты на сырье. И параллельно, при нормальных процессах, должен снижаться логичным образом и объем добычи. Но сейчас этого не происходит, поэтому я считаю, что котировки еще перепишут многомесячные минимумы, ну и как минимум доберутся до поддержки 55 долларов за баррель. Доллар иена 106.17 – это неделя очень важная для доллара, потому что куча отчетов, друзья. Нас ждут и данные по EDP, нас ждут нонфармы, нас ждет активность в сфере услуг, промышленности, индикатора АСМ, разгона инфляции, в общем, куча релизов, но не забывайте, что поскольку сегодня в США выходной день труда, выход релизов едет ровно на сутки, то есть EDP мы с вами ждем не в среду, как всегда, а в четверг. Статистика сейчас важна, потому что Джером Пауэлл делал акцент на то, что решение ФРС зависит исключительно от опубликуемых макроэкономических данных. Чем хуже будут данные, тем больше вероятности того, что в этом месяце ставку снизит. Я в этом не сомневаюсь, я продаю пару доллар-иена в расчете на ослабление доллара и в расчете на новости дополнительные, которые будут связаны с фоном отношений между США и Китаем, то есть новости, которые могут снова привлечь инвесторов к защитным активам, таким как японская иена. В пятницу личные доходы в Штатах 0,1-0,5, плохая статистика, плохая же статистика по индексу доверия потребителей от Мичиганского университета 89,8 с 92,1. В общем, данные оставляют желать лучшего. Евро против доллара 1,0988. Мы пробили поддержку 1,10. Произошло это на общем нежелании трейдеров рисковать, во-первых, на ожиданиях заседания ЦБ, когда ставку снизят. 12 сентября оно уже состоится. И, конечно же, на данных по инфляции, базовое значение которой оказалось ниже единицы 0,9%, что фактически еще раз убедило всех, что новые стимулы экономики валютного блока крайне необходимы. В эту пятницу ждем данные по ВВП, которые для нас станут еще одним козырем расчета на дополнительное смущение экономической политики. Следующие цели, друзья, в районе отметки 1,08. Идем туда. Фунт против доллара 1,2159 повторяет, что эта неделя будет интересной и для британца. Почему? Потому что, собственно, в этот понедельник парламент возвращается с каникул. И ровно через неделю, как уже принято по разрешению со стороны королевы и по инициативе Бориса Джонсона, ровно через неделю работа парламента будет приостановлена для того, чтобы те не заблокировали сценарий жесткого Брекзита. Это инициатива Бориса Джонсона, мы об этом говорили на прошлой неделе. То есть проактивные действия со стороны Джонсона, возможно, могут стать стимулом такой же проактивности со стороны оппозиции. Есть текущие недели, чтобы навести порядок, чтобы попробовать противостоять такому политическому вектору Джонсона. Для того, чтобы действительно противостоять, нужно поднимать вопрос о Вотуме недоверия, нужно добиваться отставки Джонсона и нужно добиваться новых выборов. В общем, давайте смотреть, как будет действовать оппозиция. В любом случае неопределенность, она всегда тождественна, равносильна. Можно поставить знак «равно» слабости того актива, того региона, который характеризуется вот этой политической неопределенностью. В общем, фунт у нас, друзья, целится вниз. Ждем пробоя отметки 1.20, как вот ждали пробоя поддержки 1.10 по евро-доллару. Доллар канадец 1.3316. В среду заседание Банка Канады. Ждем на пресс-конференции сигналов в пользу того, что ставки начнут снижаться уже с октября. Я рассчитываю на мягкую риторику, поэтому я держу длинные позиции. Думаю, что, друзья, раз мы не смогли добраться до уровня 1.34 на прошлой неделе, у нас есть все возможности сделать это сейчас. Согласитесь, что продавцы не могут перехватить сейчас инициативу. Им не удается это сделать. Это повышает вероятность того, что все-таки дальнейшее развитие событий пойдет по тому сценарию, который мы прогнозировали. То есть пара будет расти, и нефтянка также нам сейчас в помощь. Австралии с против доллара. Ждем цель 0.66-0.65. Завтра решение по ставке Резервного банка Австралии. Кто знает, друзья, может быть мы увидим еще одно снижение. Я считаю, что это очень вероятно. Золото 1525, цель 1550 сохраняется. В принципе, здесь такой же акцент на геополитические риски, риски неопределенности, опасения за темпы роста мировой экономики. И сделаем акцент на слабость доллара, на защитные свойства золота и на интерес к золоту со стороны трейдеров, которые будут пытаться избежать валютных рисков, что сейчас весьма и весьма актуально, особенно после пятичных потерь евро. На этом, собственно, все. Большое спасибо за внимание. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok